Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы решили приготовить в нашей скороварке вот эти свиные ребрышки. Посмотрите, вот они у нас уже приготовлены, эти свиные ребрышки. Это будут свиные ребрышки с картошкой, морковь нам нужна будет, потом лук, чеснок, приправы всякие. И мы сейчас вам покажем. Вообще, вот эти свиные ребрышки, вот посмотрите, тут их много очень. Я сейчас хочу их разделить все на... Прямо так отделить ребрышки. Вот так, таким образом у меня получится. Ну уж острый. Вот так, да. Ну уж острый прям боюсь я даже. Таким образом. Не попало, не попало. Ага. О, промежуток попало. Вот такие ребрышки у нас будут. Так. О, это хорошо, быстро отделилось. Вот, если кто-то попробует эти свиные ребрышки, понравится, тот уже не может отказать себе в удовольствии. Вот. А почему мы решили в этом, в скороварке пожарить? Потому что, чтобы вот мясо до последней жилочки от костей полностью отходило. Тогда будет более, как вам сказать, более производительно, что ли. Ну, вот такие вот длинные косточки. Вот так. А это вообще что-то большое. Ну, отделю тоже. Да? Сейчас, секунду. Это вообще получится тогда кусок мяса без ребра. А ребро там, наверное, осталось. А ребро вот оно, внизу осталось. Вот на такие ребрышки мы поделили. Теперь, я сказала уже, что мне нужно будет вот морковочка, лук. Вот этой морковки, я так думаю, это много. Мы возьмём где-то половинку моркови и большую часть моркови. Большую часть, минутку я... Хоть и старалась не попасть. Вот таким образом, да? Морковку возьму, потом лук и чеснок. С чего я начну? Я сейчас, в первую очередь, в скороварку налью растительного масла и начну обжаривать эти ребрышки. Они у меня, я их, конечно, полотенцем бумажным постаралась. Ну вот, я считаю, что это нормально. Итак, наливаем масло в нашу скороварку. Придётся, наверное, не пожалеть масло. Почему? Потому что нам предстоит эти ребра обжарить. Вот лук и морковь, это ладно, а вот ребрышки... Ну вот, посмотрите, сколько у меня получилось. Вот так. Сейчас накалится масло и начнём обжаривать наши ребрышки. Так, пока накаливается наше масло, у нас время есть. Я вот таким образом лук... Сильно мелко не буду резать. Пусть вот так будет. Вот так потолще. Вообще, рецептов, конечно, этих свиных ребрышек обжаривания очень много. Ну, у нас вот самый, я решила взять самый простой, в общем, рецепт, чтобы долго не заморачивать. Так, проверим наше масло. Так, пусть ещё накаляется. Морковь можно было бы через тёрку, но я не буду этого делать. Я тоже морковь хочу вот таким образом. Вот таким образом. Не мельчить сильно. А то каша будет. Морковь вот такой тоже длинной соломочкой нарежу, чтобы чувствовалось. Вот так. Так. Ну, и последний. Морковь скользит, а нож у меня очень острый, так что нужно будет поберечься. Очень осторожно нужно это делать. Так. Ну и всё. Всё. Ой, мне кажется, уже всё. Масло накалилось. Можно начинать обжарку. Сейчас я возьму. Кидаем. Так. Да. Какой мне кусочек кинуть? Да уж, накалилось. Да, мам, закиньте все, а то он не брызгает. Мне нужно будет мясо обжарить, ну вот так вот, чтобы золотистая корочка была. А с двух сторон это мясо обжарить. Так. Я хочу чуть-чуть сейчас присалить это мясо. Солёное мясо, оно всё, оно вкуснее. Вот буквально щепоточки. Надо вон-кун взять, это мясо. Оранжевая, кажется, лопатка. А вот так, посмотрите, уже обжаривается. Вот, оно видно. Вот уже видно, что отгорело мясо. Сейчас ему будем. Ну, дадим ещё немножечко поджариться. Что нужно. Дай-ка, я. Только всё так неудобно. Горься, наверное, ничего. Друзья, мясо наше, вот посмотрите, да, такое, где подгорело немножко. На этом этапе закидываем сюда чеснок, лук. Так. Затем сразу морковь будем закидывать. Таким образом. И, конечно же, сразу это перемешаем. Будем помешивать время от времени. И дадим овощам немножко прожариться. Так, вот уже овощи сами пошли на дно. Послушно пошли на дно. Мясо наверху, а овощи там, внизу. Так, суть обжаривается. Так. Хочу добавить сюда вот эти приправы. Вот, посмотрите, у меня приправа. Мели-сунели. Вы все ее прекрасно узнаете. Сейчас я... Ну, где-то чуть больше чайной ложки. Так. И паприку. Сейчас, секунду. Паприку вот так тоже. Столько же. Да? Пошел сразу запах. Вот паприку тоже. Для цвета. Для красоты. Ой, вот это вот. Блин, да. Ну, паприку немножко. Нет, я с ложки хочу просто вот эти специи убрать. Так. И опять перемешаем. О! Вид очень такой красивый, презентабельный. Вот, посмотрите, лук тоже с морковочкой обжарился уже. Посмотрите, как красиво. Вот. Еще чуть-чуть обжарится, друзья, и мы сверху выложим картошку. Картофель мы не будем резать, а прям вот эти кругленькие уложим, потому что все-таки это скороварка. Затем мы должны сюда немножечко водички добавить и закрыть нашу скороварку. Дальше скороварка уже будет сама. Вот. Вот обратите внимание, вот как жарится. Что значит мы лук добавим? Видите, сок появился там. вот. О, мне кажется, это так будет вкусно. И не забыть, когда мы запустим туда картошку, обязательно еще чуть-чуть посадить. пришла пришла очередь уложить картошку нашу. О, как красиво там все булькает. так. И надо сейчас будет посадить это дело. И тоже буду вот так щепотку просто брать. Щепотку вот таким образом. Да, друзья, нужно будет на этом этапе обязательно налить водичку сюда. Чтобы это все дело тушилось. Ну, где-то 200 миллилитров водички воню. Вот так. И закрываем скороварку. Вот таким образом. Щас. Убавить немножечко, да. прижать надо. Секундечко. Неправильные, что ли? Разницы нет. Хоть с какой стороны. Главное, чтобы вот эти пазы совпали. Щас, щас. Прижимай. все. А, вот. Что ты вам никак не научишься? Вот. Все. Теперь будем ждать, пока скороварка наша просигналит, что она готова к выпуску пара. Огонь. Огонь сейчас мы... Полный, да? Ну, сильно полный не будем. Я боюсь, ручки вот эти пластмассовые, чтобы не сгорели. Пусть так будет. Вот так. И время? И где-то мы... Через полчаса, я думаю, все будет готово. Это же все-таки скороварка. Вот таким образом. Засекаем время. Вот. 58 минут. Все. Друзья, прошло вот где-то полчаса. Я сейчас газ выключу. И пар пока не буду выпускать. Пускай давление само снизится и потихонечку остынет. Потом мы откроем. Вот так. А вообще как делают? А когда если срочно надо... Срочно, то нужно вот так взять... Сейчас, минуточку. Нужно взять вот так тихонько вот так выпустить, давление выпустить и все. И когда остынет, чтобы руки не обжечь, можно открывать. А так, как я выключила, сейчас давление само уйдет и к тому времени чуть-чуть подостынет, мы потом откроем. Вот мы выключили газ, но пар я здесь не выпускала. Просто выключили газ и он постоял некоторое время. И посмотрите, пара здесь совсем нет, давление само ушло. Ну, а теперь я смело что? Ручки, конечно, немножечко горячие еще. Ну, открываем. Открываем вот так поворотом. Все. Открываем. Вот так. О! Так. Вот у нас... Ой, запотело все. Вот мы сейчас достанем это все наше. Так. Перемешаем, достанем и покажем вам уже на блюде. Вот как выглядит наше произведение. Это вот свиные ребрышки с картошкой тушеные. Вот так. Сейчас я хочу вам показать, как наша скороварка отработала. За полчаса, да? Да, полчаса буквально. Вот посмотрите, вилка прямо ну сама заходит. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Аж до кости. Да, прям. Вот я так люблю когда. А когда на косях остается мясо, прямо мне жалко. Посмотрите, как все легко. О! О! Как хорошо отходит. Вот так, дорогие друзья. Что значит скороварка? Ну, попробуем вам кусочек мяса. Попробовать? Да, маленький. Это не маленький. Мягкая. Мягкая, мягкая. Вкусная, вкусная. Но на мой вкус немножечко соли не хватает. Опять? Да. Уже все знают. Да. Но очень вкусно. Поверьте моему слову. Незатейливый такой, знаете, можно сказать, незатейливое блюдо. Ну, что тут? Ну, благодаря скороварке она так приготовилась. Вот просто я так довольна, что вот, посмотрите. Вот. Отвалилась. Вот, все отвалилось. Очень экономично получилось. Все. Мы пойдем попробуем это кушать. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Нам приятного аппетита. Угу. Угу.